Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о MailVelope – браузерном плагине для шифрования сообщений и файлов. Я уже делал скринкаст о MailVelope, и это был первый скринкаст, который я сделал на канале Теплицы. То есть сегодня у нас праздничный скринкаст. Вообще сам факт того, что я делаю скринкаст по обновленной версии MailVelope на сегодняшний день эта версия 4.3.2 – это хороший знак. Программа существует, она популярна, ей доверяют. Предельно аскетичное описание плюсов на сайте, безопасность, открытый код, кооперация с почтовыми системами сделана в Германии. Аскетичная, потому что правда, а значит этого достаточно. Действительно крайне защищенный сервис просто перехватить и расшифровать практически невозможно. Действительно это открытый исходный код. Действительно работает с любой веб-почтой, если не по умолчанию, то можно доустановить. В конце покажу как. Плюс у второй стороны не обязательно должен быть установлен MailVelope. Достаточно любой PGP совместимой программы. Ну и про Германию это так, довесок. Плагин есть под Chrome, Firefox и Edge. Я сейчас тестирую Vivaldi, в нем плагин тоже работает. И я надеюсь во всех браузерах на основе Chromium. Вам сразу предлагаю создать пару ключей или импортировать. Сделаем и то и то, но сначала импортируем. С ключами тут все достаточно просто, но требует больше одного действия. Кто-то скажет, что это неудобно, но именно это одна из главных гарантий безопасности. MailVelope генерирует два ключа, открытый и закрытый. Открытый вам нужно будет отправить второй стороне, закрытый никому отправлять нельзя и вообще надо хранить в защищенном месте. Чуть ниже расскажу еще подробнее. Это собственно главное, что нужно знать о MailVelope. А пока установим ключ. Я его храню на Google Drive, но в папке, зашифрованной криптомотором. Ссылку на скринкаст по криптомотору оставлю в описании. Видите, тут есть пара ключей и собственно открытый. Импортировать нужно пару. Все, установлено. А в другом аккаунте на моей второй почте я создам ключи. Я рассказываю про то и про то действия, потому что создавать пару вам нужно будет при установке MailVelope, а впоследствии чаще придется импортировать. При установке на другой компьютер, в другой браузер, при переустановке системы и так далее. Но при первом знакомстве вам придется именно создавать. Тут имя, лучше по-английски. И лучше без кличек, поскольку вас по этому имени и по адресу почты будут искать при отправке писем. Далее email, тоже ваш. И пароль и подтверждение пароля. Можно не загружать открытый ключ на сервер, то есть эту галочку убрать. Пароль не теряйте и храните в защищенном месте. Без него вы ничего прочитать не сможете. Все, пара ключей создана, но переписываться вы все еще ни с кем не можете. Вам нужно отправить второй стороне открытый ключ. То есть сначала его нужно экспортировать. Не перепутайте именно открытый. И можно отправить обычной почтой. Тут ничего такого страшного нет. Вторая сторона соответственно его скачивает и устанавливает в MailVelope. То есть тут нам соответственно нужен импорт. А вот, да. Все правильно. Ключ от Вовы Ломова. Итого у нас есть пара ключей и публичный ключ от Вовы Ломова. То есть теперь мы можем ему писать защищенные сообщения. А для этого просто переходим в Gmail. Новое сообщение нажимаем вот на эту иконку со стилизованной литерой М на красном фоне. Выбираем Вову Ломова. Если бы он не прислал открытый ключ, он бы здесь не появился. И отправить ему зашифрованное письмо было бы невозможно. А так мы пишем сообщение, которое превращается после шифрования вот в такой бессмысленный и беспощадный набор символов. Subject не шифруется, имейте в виду. И отправляем. Вторая сторона получает сообщение, вводит свой пароль и читает его. При этом написать в ответ я сейчас не могу. Владимир Ломов не прислал мне свой открытый ключ. Это я напомню ему прислал. То есть всегда обменивайтесь ключами взаимно, если собираетесь переписываться. Теперь вторая важная фича MailVelob. Шифрование файлов. Вы можете зашифровать любой файл. Можно шифровать для себя, можно для кого-то. Мы зашифруем для Вова Ломова. В таком виде расшифровать его смогу я и он. Если шифровать для себя, расшифровать смогу только я. Все, файл зашифрован. Его нужно скачать, он нигде по умолчанию не сохраняется. И дальше можно отправить адресату или хранить у себя на компьютере или на облаке. Отличный ужасный зашифрованный файл. А если вам понадобится его расшифровать, просто кидаете в расшифровать и расшифровываете. Кроме того, тут есть такая история. Вы можете включить интеграцию с, это в настройках, с API Gmail. Тут надо включить, у меня она включена. И после этого вы сможете писать письма уже вот такого вида. Прямо как обычное письмо и сюда же прикреплять файлы и все это будет зашифровано. И еще пара коротких советов. Сначала два слова о ключах. Если вы соберетесь поделиться своим открытым ключом, а у вас уже есть тут чужие открытые ключи, при такой конструкции вы экспортируете все открытые ключи, которые тут есть. Поэтому сделайте, например, так. Либо просто зайдите в свой ключ и экспортируйте только его. Опять же открытый. И самое последнее. В настройках у нас есть домены. Основные почтовые службы тут подключены по умолчанию, но если вдруг нет, их можно добавить. Яндекса, например, нет. Здесь домен без HTTPS. А здесь такая конструкция. Звездочка, точка и Яндекс.ру. Все, домен появился. И вот она, заветная литера М на красном фоне. Все, мне кажется это предельно понятно и подробная инструкция. Более того, теперь у нас есть новая фишка. Скринкасты по цифровой безопасности я делаю при поддержке Сергея Смирнова, эксперта по цифровой безопасности. Он посоветовал обратить внимание на MailVelob, он же проверяет, чтобы в скринкасте не было фактических ошибок и было сказано все самое важное. Так что с видео по цифровой безопасности, я надеюсь, мы выходим на новый уровень. Все, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки и любите друг друга.